Дорогие друзья, мы сделали два видео по падежам, это genitive case и dative case, и вы просили сделать такие видео по оставшимся трем падежам, и у нас есть accusative, instrumental и prepositional, предложный падежи. Сегодня мы посмотрим на accusative case. Винительный падеж считается довольно легким падежом, и очень часто мы начинаем изучать падежи именно с него. Accusative case обозначает винительный падеж, и это значит, что мы говорим о прямом объекте. Например, я вижу тебя, я знаю тебя. В таких предложениях мы очень четко видим, что у нас есть субъект я, я вижу, and then we have an object, тебя. You is an object in this sentence, and this will be accusative case. Единственный момент, который очень важен в винительном падеже, это то, что если мы говорим о человеке, about animate object in masculine form, the form of accusative case will change into genitive case. For example, I know your sister will be accusative case, because sister is feminine, я знаю твою сестру. But if the object is masculine, I know your brother, your brother will not be accusative, but genitive, because it is animate masculine object. Я знаю твоего брата. Мы очень внимательно и тщательно рассматривали этот вопрос в моем курсе. If you want to see all the lessons on genitive case, including this special moment, you can subscribe to my Patreon, or become my sponsor here on YouTube, and you will get an access to all the videos on genitive case. Итак, а мы с вами начинаем. Сегодня у нас фразы Accusative case – винительный падеж. Я хорошо знаю этот город. Я жила там в детстве. Я хорошо знаю этот город. Я жила там в детстве. Я хорошо знаю этот город. Я жила там в детстве. Как называется твой любимый фильм? Как называется твой любимый фильм? Мы летаем в Москву каждый год. Мы летаем в Москву каждый год. Завтра утром мы идём на пробежку. Завтра утром мы идём на пробежку. Я покупаю фрукты и рыбу на рынке, а молоко и хлеб в супермаркете. Уже поздно нам пора идти домой. Днём я обычно хожу в парк, гуляю, смотрю на природу, на деревья, на горы. Днём я обычно хожу в парк, гуляю, смотрю на природу, на деревья, на горы. Я смотрел на небо, но ничего не видел. Было слишком темно. Я никогда не хожу в спортзал. Я предпочитаю долгие прогулки и походы. Я никогда не хожу в спортзал. Я видел этот аэропорт по пути домой. Я видел этот аэропорт по пути домой. Я никуда не иду. Ты слышал что-то об этом? Нет, ничего. Ты слышал что-то об этом? Нет, ничего. В субботу будет свадьба моей сестры. В субботу будет свадьба моей сестры. Мы занимаемся спортом три раза в неделю. Мы едем на свадьбу моей подруги в пятницу. Мы едем на свадьбу моей подруги в пятницу. Они ездят на море пять раз в год. Они ездят на море пять раз в год. Надеюсь, что после собеседования ты получишь эту работу. Надеюсь, что после собеседования ты получишь эту работу. В каком году ты закончил школу? В каком году ты закончил школу? Моя девушка переехала в другую страну по работе. Я поеду к ней через неделю. Мы проводим все вечера и выходные дома. Я провела всю неделю дома, потому что болела. Я провела всю неделю дома. Мы провели весь день вместе. Гуляли, ходили в парк и в маленький уютный ресторан. Я прочитала эту толстую книгу за месяц. Я прочитала эту статью вчера. Я прочитала эту статью вчера. Вы меня слышите? Я вас слышу, но я вас не вижу. Здесь плохая связь. Я не помню эту девушку, но она говорит, что знает меня. Я люблю старые фильмы, но я не часто читаю старые книги. Моя сестра хочет поступить в музыкальную консерваторию. Она слушает классическую музыку каждый вечер. Моя сестра хочет поступить в музыкальную консерваторию. Она слушает классическую музыку каждый вечер. Моя сестра хочет поступить в музыкальную консерваторию. Она слушает классическую музыку каждый вечер. Каждую неделю мы ездим в театр на балет или оперу. Он взял кредит в банке на открытие нового бизнеса. Каждый месяц я откладываю часть денег на отпуск. Каждый месяц я откладываю часть денег на отпуск. Моя жена тратит много денег на одежду и косметику. Моя жена тратит много денег на одежду и косметику. Мы должны решить эту небольшую проблему сегодня. Мы должны решить эту небольшую проблему сегодня. Мы летим в Арабские Эмираты на Новый год. Мы летим в Арабские Эмираты на Новый год. Моя сестра ходит на йогу через день. Моя сестра ходит на йогу через день. Я хочу посмотреть твой новый дом. Я хочу посмотреть твой новый дом. Я хочу посмотреть твою новую квартиру. Я видел твою жену вчера вечером. Кажется, мы с ней ходим в один спортзал. Я изучал французский язык и математику в университете. Я изучал французский язык и математику в университете. Людмила Улицкая – российская писательница. Она переехала жить в Германию и сейчас пишет свою новую книгу. Людмила Улицкая – российская писательница. Она переехала жить в Германию и сейчас пишет свою новую книгу. Он часто летает в командировку в Канаду, а летом летает в отпуск в Испанию. Завтра я улетаю на конференцию на неделю. Завтра я улетаю на конференцию на неделю. Родители вернулись из отпуска на неделю раньше из-за урагана. Они привезли новый диван в наш новый дом. Через полчаса они доставят нам пиццу в офис. Я знаю твою двоюродную сестру с самого детства, со школы. Я знаю твою двоюродную сестру с самого детства, со школы. На Пасху мы всегда ездим к нашим родителям в деревню. Мой брат просто обожает свою дочку и я тоже люблю свою племянницу. Я думаю о том, чтобы купить новую электрическую машину. Я думаю о том, чтобы купить новую электрическую машину. Это будет экономить мое время и деньги. Мы с мужем думаем о том, чтобы нанять няню для наших маленьких детей. Каждую субботу она будет оставаться с ними, а мы сможем проводить вечера вдвоем. Мы с мужем думаем о том, чтобы нанять няню для наших маленьких детей. Каждую субботу она будет оставаться с ними, а мы сможем проводить вечера вдвоем. Мы с мужем думаем о том, чтобы нанять няню для наших маленьких детей. Каждую субботу она будет оставаться с ними, а мы сможем проводить вечера вдвоем. Ну что же, я надеюсь, вам понравился этот урок. В следующий раз мы с вами будем рассматривать инструментал кейс «Творительный падеж». И я вас всех жду на своих уроках по скайпу, а также на нашем телеграм-канале «Говорим по-русски», где мы обсуждаем падежи, нашу жизнь и очень много интересных вопросов. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова